В начале XVIII века в районе современных чистых прудов располагались владения святлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Сподвижник Петра I возвел здесь одну из самых оригинальных церквей столицы. По преданию своенравный Меншиков хотел возвести сооружение выше колокольни Ивана Великого – московской красы и гордости. В результате над городом поднялась башня, более чем на три метра превышавшая кремлевскую звонницу. Сухарева башня – невеста Ивана Великого, а Меншикова – ее сестра, говорили москвичи и гордились столичными великанами. Строительство церкви, освященной во имя Архангела Гавриила, закончилось в 1707 году. Москвичам она очень нравилась. Такого легкого, кружевного сооружения Москва еще не видела. Возводил церковь Иван Петрович Зарудный, известный мастер Петровской эпохи, личный архитектор Петра I. Считается, что богатство ее архитектурного обрамления навеяно красотой русского резного иконостаса. Гирлянды из каменных цветов и фруктов, вазы, карнизы придают ей легкость при весьма немалых размерах. Украшали церковь костромские и ярославские мастера, издавна славившиеся искусной резьбой по камню. Высота башни достигала почти 85 метров. Высокий шпиль венчал флюгер в виде парящего ангела с крестом в руке. Три верхних яруса были сквозными, и на них висели 50 колоколов. На одном из ярусов установили часы с курантами, выписанные из Англии. В полдень, в течение получаса все башенные колокола звонили, переливались, услаждая слух горожан. После отъезда Меньшикова в Петербург церковь стала приходить в упадок. В 1723 году от удара молнии сгорел верхний деревянный ярус с часами. Только спустя 50 лет храм Архангела Гавриила был восстановлен. Но высота при этом значительно уменьшилась. В 60-е годы прошлого столетия сюда перенесли иконостас из разрушенного храма Петра и Павла на Преображенской площади. Церковь и ныне действует и принадлежит подворью Антиохийского патриархата. В 2007 году церковь отмечает юбилей. Вот уже 300 лет она восхищает москвичей своей величавой красотой. Когда соединились любовь и мастерство, можно ожидать шедевра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...